Девушки отдыхают Я хотел бы детальнее поговорить об этом в виде молитвы. Классический пример этой молитвы — это молитва Иисуса в Гефсиманском саду. Давайте вначале прочитаем предысторию. В Евангелии от Луки сказано «Днем он учил в храме, а ночью, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою». Это описание последней недели в жизни Иисуса. То есть Иисус ночевал со своими учениками на Елеонской горе. Еще ее называют Масличной или Оливковой горой, потому что она покрыта оливковыми деревьями. В наши дни это уже не так, но во времена Иисуса там было много деревьев. Гефсиманский сад выглядит очень красиво. Мы точно знаем, где он тогда находился. И даже сегодня там есть оливковая роща. Там также есть очень древние оливковые деревья. Они находятся на склоне Елеонской горы. Некоторым из них тысячи лет и даже больше. Именно здесь Иисус проводил ночь. Оливки — это важная отрасль промышленности в Израиле. Конечно же, их употребляли в пищу, а оливковое масло, которое является символом Святого Духа, использовалось для различных целей. Для священного елея помазания в храме, для миноры, для приготовления пищи, для масляных ламп, для отопления и даже в медицинских целях. То есть оливковое масло использовалось почти повсюду. Это был ценный продукт, и поэтому оливки росли и на Елеонской горе. Это имеет отношение к нашей истории. Итак, там Иисус и ученики ночевали на той неделе. В то время весы Иерусалим и Елеонская гора были переполнены паломниками, которые пришли на праздник Пасхи. И в Евангелии от Луки 22 главе, 39 стихе сказано, «И, выйдя после последней вечери, пошел по обыкновению на гору Елеонскую, потому что там они ночевали. А за ним последовали и ученики его. Придя же на место, то есть у них на Елеонской горе было какое-то свое место, сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение». А в Евангелии от Марка, 14 главе, 32 стихе сказано, «Пришли в селение, называемое Гефсиманией». Имеется в виду какой-то конкретный участок, который назывался Гефсиманией. И он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». И мы знаем, что это было за место благодаря значению слова «Гефсимания». Оно означает «оливковый пресс», то есть это было место отжима оливок. Буквально можно перевести до «вильня» для масел, потому что из оливок делали как минимум 3 или 4 вида масел. Так мы понимаем, что Гефсимания — это совсем не сад. Сад был поблизости, но Гефсимания — это было место отжима масла. Обычно прессы для отжима масла находились в пещерах. Из-за изменений погоды и перепадов температуры масло отжимали не на улице, а в пещере. То есть Иисус спал ту неделю не на открытом воздухе, а в пещере под названием Гефсимания, где находились прессы для отжима масла. Именно там он и оставил своих учеников. Но рядом с той пещерой был сад — оливковая роща. Туда он и пошел молиться. Хочу показать вам, что эта пещера существует до сих пор. Только эта пещера на Елеонской горе подходит под вышеуказанное описание. Сейчас я покажу вам карту той пещеры. Справа находится базилика Агонии Господней. Считается, что именно там Иисус и молился. Пещера обозначена красным цветом. Мы точно знаем, где она находится, и нет других пещер в том месте, которые могли бы составить ей конкуренцию. Это была просторная пещера 12 на 15 метров. Это самое большое помещение для отжима масла на Елеонской горе. Прессы для масла работали по рычажному принципу. Для них нужно было сделать специальное отверстие в стене, чтобы прикрепить пресс и поддерживать его. Сегодня эту пещеру превратили в подземную часовню. В стене осталось древнее квадратное отверстие справа от алтаря. Он как раз на той высоте, чтобы поддерживать деревянную балку прессом. А вот откуда мы знаем, что именно эта пещера была Гефсиманией. Отверстие является доказательством того, что тут был пресс для масла. А вот как это могло выглядеть во времена Иисуса. Скорее всего, все праздники Иисус провел именно здесь. Он, должно быть, договорился с владельцем, и так у него с учениками появилось место для ночлега на все праздники. И оно находилось в пределах Иерусалима, потому что границы Иерусалима были расширены. И Елеонская гора стала частью Иерусалима. Это было сделано, чтобы вместить всех пришедших на праздник. Закон ведь требовал, чтобы люди приходили на этот праздник в Иерусалим. Итак, события происходили в саду, и мы видим это в Евангелии от Иоанна. 18 глава, 1 стих говорит нам, сказав сие, «Иисус вышел с учениками Своими за поток кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его». Предлог «в» означает, что это был закрытый сад, то есть они вошли в частный сад, в котором росли оливки. Затем сказано, «Знал же это место и Иуда, предатель его». То есть он знал, где именно остановился Иисус. Поэтому его информация была ценной для властей. Он мог привести их в место нахождения Иисуса в Иерусалиме. И это было важно, потому что они хотели арестовать его тайно, без шума и лишнего внимания. И так тут сказано, «Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими». То есть эта пещера была одним из любимых мест Иисуса. Вы можете много раз побывать в Израиле и так и не посетить это место, хотя это одна из важнейших достопримечательностей. Я покажу вам карту тех мест, где размещались тысячи людей, которые приходили в Иерусалим на праздники. Граница города находилась у Вифагии, на противоположной стороне Елеонской горы. Именно оттуда Иисус начал свой триумфальный въезд в Иерусалим. Итак, Иисус имел доступ в этот частный сад, который находился у подножия Елеонской горы, и там он мог спокойно молиться. Никто ему не мешал. Там он ночевал, и вот почему Иуда знал, куда нужно идти. Но давайте продолжим разбирать нашу историю. Евангелие от Матфея, 26 глава, 36 стих. Потом приходит с ними Иисус на место, что-то называемое Гефсимания, и говорит ученикам, «Посидите тут, в пещере, и отдохните. Пока я пойду, помолюсь там, с другой стороны сада». И взяв с собой Петра и обоих сыновей Завидеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною». Что здесь происходит? Иисус испытывает невероятное эмоциональное давление, поэтому он почувствовал смертельную скорбь. Ему предстояло принять окончательное решение, пойти на крест ради нас. Бог просил его испить горькую чашу, чашу всех наших грехов, всех проклятий и Божьего суда за наши грехи. А он этого не заслужил. Ему скорее полагалась чаша благословения, но вместо этого Бог просил его выпить горькую чашу. Это значило, что его ждет мучительная смерть и эквивалент вечной смерти, которая полагалась нам. Он всегда знал, что таков план, но он должен был согласиться на этот план, потому что Бог дает нам свободу выбора. Видение или каким-то другим образом Бог показал ему, какие это будут страдания, чтобы Иисус не мог потом сказать, «Отец, ты не предупреждал, что все будет настолько плохо». Нет, он полностью осознал, что ему придется перенести ради нас, и он ощутил невероятное давление не только от надвигающейся смерти, но от ожидающих его страданий. Вот почему Иисус был настолько опечален. Лука рассказывает нам эту историю более красочно, в 22 главе. «И сам отошел от них на вержение камня и преклонив колени молился». Кстати, между пещерой и базиликой Агония на другой стороне сада действительно находится большой камень. В базилике есть часть камня, где, как считается, Иисус и произнес свою молитву. Часть этого камня находится также и за пределами базилики, на улице. Именно здесь Иисус сказал, «Отче, о, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Это молитва-посвящение. «Не моя воля, но твоя да будет». Под эмоциональным давлением плоть говорит ему, «Не делай этого, не выполняй волю Божью». Ему нужно было контролировать свою плоть и превозмочь ее с помощью молитвы-посвящения. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в барении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю». То есть он не просто истекал потом, но вместе с потом из него выходила кровь. Это медицинское состояние, которое происходит только в случае сильнейшего эмоционального стресса. И позже мы с вами увидим причину этого стресса. Не забывайте об этом. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Итак, если вы находитесь под давлением, если у вас эмоциональный стресс, то если вы не будете молиться, то впадете в искушение. Так вы попадете в ловушку врага. Под давлением. А вы можете поступить неправильно и сами пострадаете от этого. Поэтому, когда вы под давлением, молитесь, да будет воля твоя и да придет царствие твое. А вот сейчас вы увидите карту сада, и где находится базилика агонии Господней. Считается, что именно здесь находится камень, на котором молился Иисус. Посмотрите, Бог специально избрал Гефсиманию для этого случая, чтобы показать, что именно будет происходить с Иисусом. Как оливки полны масла, так Иисус был полон Святого Духа. Но чтобы масло, которое было в Иисусе, вышло и благословило и благословило весь мир светом, оливковое масло использовали в медицине, для освещения, для отопления, и даже в качестве чистящего средства. Но чтобы получить это масло, оливки нужно было раздавить, отправить под пресс. Также Иисус должен был попасть под пресс, и под этим прессом, по воле Божией, Он дал нам масло Святого Духа. Хочу рассказать вам о процессе добывания масла. Вначале оливки давили специальным камнем, затем раздавленные оливки собирали в корзины, чтобы потом отправить их под пресс. То есть вначале их били, а потом давили. На этом фото вы видите корзины с побитыми оливками. Потом их ставили под пресс, и когда пресс запускали, начинало выделяться масло. Пресс запускался с помощью длинной деревянной балки, которая была закреплена в стене. На нее навешивали камни. Обычно это было три камня с одной стороны. Этот груз, вместе с принципом рычага, выжимал оставшееся масло из оливок. Масло текло сквозь корзины в каменный чан внизу. На корзины давили очень сильно, чтобы добыть масло из побитых оливок. А масло собиралось внизу в специальный чан. Балочный пресс использовался на втором этапе отжима оливок, выжимая из оливок последние капли масла. Вот как это выглядело, когда оливки давили, и из них начинало течь масло. Это прообраз Иисуса, кровь которого текла из всех его пор, когда он был раздавлен ради нас. Такие прессы находились обычно в пещерах. С одного края балка была закреплена между двумя каменными плитами в глубоком отверстии в стене. Так же выглядел и пресс в гефсимании. Еще были три каменные гири, которые за веревку цепляли на балку. Они тянули балку вниз, а принцип рычага увеличивал мощность давления. Балка давила на плоский камень на корзинах с оливками. Камень сжимал корзины, выжимая цанное масло в каменные рвы у основания пресса. А через эти рвы масло текло в чан. Это прообраз того, где сказано, что пот Иисуса вместе с каплями крови падал на землю. Это очень похоже на красноватую жидкость, что выделяли оливки. Иисайя говорит, «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучен или раздавлен за беззаконие наши». А еще для разных видов масла были разные прессы. Вначале было чистое оливковое масло, которое выделялось естественно, без применения каменной гири на прессе. Это чистое или нетронутое масло использовали в храме для елея помазания и для миноры. Затем использовали одну каменную гирю, и так получалось масло другого отжима, которое использовали для пищи и для медицины. Потом цепляли вторую гирю, и выделялась следующая порция масла второго отжима, которое использовалось для светильников. Затем цепляли третью гирю и утраивали давление. И так выделялось еще масло, но уже не очень высокого качества, которое использовали для мыла, то есть для чистящих средств. И даже оставшемуся от оливок жмыху находили применение. Его использовали для отопления, для огня на кухне и как репеллент от насекомых. То есть из оливок выжималось все хорошее, что в них было, и использовалось в медицинских целях, для освещения, отопления и для еды, а также для елея помазания. Но зачем я рассказываю вам все это? Я просто хочу показать вам, через что прошел Иисус ради нас. Иисус попал под пресс ради нас. Он был как та оливка, полное масло. И находясь под прессом в Гефсиманском саду, Он дал нам масло и свет Святого Духа для нашего исцеления, помазания, освещения и даже очищения. И как те оливки отжимались три раза, так и Иисус пережил три прессования в Гефсимании. Вначале Он добровольно отдал Богу свою жизнь. Это как масло, полученное без давления. Но затем началось давление, когда Он узнал все, что Ему предстоит пройти. О первом прессовании мы читаем в Евангелии от Матфея 26 главе 39 стихе «И отойдя немного, пал на лицо свое». Представьте, как Иисус упал на свое лицо. Он переживает давление. Огромный груз давит на него, сжимая его. Но что Он сделал? Сломался под этим давлением? Позволил давлению помешать Ему исполнить волю Божию? Возможно, вы тоже чувствуете сейчас сильное давление, но под давлением следует молиться. Произнесите молитву посвящения. Да будет воля твоя, а не моя. Под этим давлением Иисус подчинил свою волю Божьей воли. Пал на лицо свое, молился и говорил «Отче мой, если возможно, доминуют меня чаши сия. Иными словами, я не хочу пить эту чашу греха и суда за грех, что предстоял нам». Но слава Богу, Иисус выпил эту чашу, иначе нам пришлось бы ее пить самим. Нам пришлось бы испить все проклятия, весь суд за наши грехи. Нам пришлось бы идти в ад, но Иисус выпил ее за нас до последней капли. Слава Богу! Доминует меня чаша сия. Это естественная реакция его плоти на то, что ему предстояло пережить. Впрочем, не как я хочу, но как ты. Этой молитвой он одержал победу. И приходит к ученикам и находит их спящими. Затем он преподает им ценный урок. Хотя он все это время молился, его ученики не молились, и они не были готовы к надвигающейся ситуации, и для них она стала провалом, к сожалению. А почему? Потому что они не молились. 41 стих «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Когда к вам придет давление, вы не будете готовы и попадете в ловушку. Затем звучат важные слова «Дух бодр, плоть же немощная». Тоже остается правдой и сегодня. Наш Дух бодр. Если мы рождены свыше, Он желает исполнять волю Божию, но наша плоть слаба. Она не может выполнять волю Божию. Наша плоть не способна даже узнать волю Божию, потому что в нашей плоти есть греховная природа. И если мы не молимся, то эта природа начинает доминировать. А когда мы под давлением, то принимаем неверные решения. Мы убегаем, отрекаемся от Христа и делаем другие неправильные вещи, как это было с Петром. Плоть слаба. Единственный выход это сделать так, чтобы наш Дух доминировал над плотием, чтобы мы не впали в искушение, когда искушение придут или не приняли неправильное решение. Но как же нам поместить нашу плоть под контроль нашего Духа с помощью таких молитв, как молитва Иисуса? Отец, да будет не моя воля, а Твоя. Не важно, что я думаю или чувствую, да будет Твоя воля. Если вы будете так молиться, то будете иметь победу в той ситуации и не впадете в искушение. В 42-м стихе описано второе прессование Иисуса. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря, «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля Твоя». Это был второй пресс, и вышло еще больше масла Святого Духа. 44-й стих, и оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Это было еще одно прессование, но он снова молился, «Отец, да будет Твоя воля, а не моя». Затем сказано, «Тогда приходит к ученикам своим в пещеру, слава Богу, что Иисус не передумал и не сдался, а продолжил исполнять волю Божию своими устами, и это дало Богу возможность работать». Иисус говорит ученикам, «Вы все еще спите и почиваете? А вот приблизился час, и Сын человеческий предается в руки грешников, встаньте, пойдем, а вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, «Вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и колями, от первосвященников и старейшин народных». Их могло быть около тысячи человек, все они пришли арестовать Иисуса, зная, что он имел огромную силу. В Евангелии от Иоанна сказано, «Итак, Иуда, взяв отряд воинов, отряд мог содержать около шестисот воинов, и служителей от первосвященников и фарисеев приходят туда с фонарями и светильниками и оружием. Все они пришли арестовать Иисуса». Далее Иисус недвусмысленно заявляет, что он мог бы избежать этой ситуации. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел из пещеры и сказал им, «Кого ищете?» Ему отвечали, «Иисус и назарея». Иисус говорит им, «Это Я». И когда сказал им, «Это Я», они отступили назад и пали на землю от силы его слов. Бог показал тем самым, что Иисус не обязан был этого делать. Это был его выбор. Он добровольно отдал свою жизнь. Это решение он принял в Гефсиманском саду. В Евангелии от Матфея 26 главе он говорит, «Думаю, что я не могу теперь умолить Отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов». Это 72 тысячи ангелов. А затем в Евангелии от Иоанна Иисус говорит, «Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иными словами, он уже принял эту чашу от Отца. Он принял ее. Он одержал победу. Тут сказано, «которую дал мне Отец». Сражение только начинается, но он его уже победил. Он принял эту чашу из рук Бога, и теперь, вместо того, чтобы бежать от ареста, он начинает пить ее. Как только его арестовали, как только его одели в оковы, он вступил в свои последние страдания, и тем самым начал пить эту чашу, а на кресте он допил ее до конца, до последней капли. Он не обязан был этого делать, но такова была воля Божия на его жизнь. Он выпил эту чашу, и мы с вами получили масло Святого Духа, за которое Иисус заплатил высокую цену. У каждого из нас есть своя чаша от Бога. Это хорошая чаша, но в ней воля Божия на нашу жизнь. Это славная чаша, но она может содержать некоторые страдания. Бог расскажет нам об этом, и нам решать, пить эту чашу или нет. Но все страдания в этой чаше ничто по сравнению со славой, которая нас ожидает. Мы должны хотеть выпить эту чашу. Нам нужно молиться так, как молился Иисус, чтобы войти в волю Божию для нашей жизни. Господь, я готов исполнить Твою волю для моей жизни, какой бы она ни была, да будет воля Твоя, да придет царство Твое. Если Иисус выпил эту ужасную чашу ради меня, то как я могу не выпить чудесную чашу воли Божией для моей жизни. Но иногда нужно брать под контроль свою плоть, потому что плоть может желать чего-то другого, и вам нужно выиграть это сражение, как это сделал Иисус, с помощью молитвы посвящения, да будет не моя воля, а Твоя, Божия. И после этого вы будете готовы сказать, я выпью чашу, приготовленную Господом, я исполню волю Божию для моей жизни, и вы будете иметь мир и радость от исполнения воли Божией. Слава Богу за Иисуса, потому что Он победил, Он так сильно любит вас, и Он выпил эту чашу за вас. Иисус. 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 Иисус.